Триумфаторы Олимпийских игр в Рио продолжают возвращаться домой. Бронзовый призер по водному полу Евгения Иванова подкатывает к своей альмаматор на новеньком БМВ, подаренном президентом страны. Бассейн Олимп чемпионку ждут с нетерпением. Поздравляем! Поздравляем! В ответ на теплый прием юные ватерполисты получают ту самую бронзовую награду. Ненадолго, конечно. Каждый приказчик, сними себя. Я служила. Затем фотосессия с бронзовой наградой, которая для нашей сборной на вес золота. 16 лет спортсмены не могли выйти в полуфинал в этой дисциплине. Путь к чемпионству для Евгения начался именно в Олимпии. В 13 лет, чтобы достаточно поздно для этого вида спорта. Долгое время пришлось догонять сверстников, а затем и перегонять. Темп не сбавляет и сейчас. Проводят по 11 тренировок в неделю. Заслуженный отпуск наступил только сейчас, после игр. Организация была ужасная. Сравнивая с предыдущей Олимпиадой в Лондоне, там все было на более высшем уровне. То есть даже в бассейне были недоработки. Вода позеленела, она была скользкая, плавала всякая разная живность вокруг нас. То есть ощущения, что ты на Олимпиаде, вообще не было. До того момента, пока мы четвертьфинал, полуфинал, финал, не стали играть в другом бассейне плавательном, где закончили свои выступления пловцы, вот там действительно был дух соревнований. И уже мы поняли, что да, действительно, это Олимпийские игры. Но в Бразилию я больше не хочу возвращаться. Мне там не понравилось. Спортсменка признается, что устала от воды, но свободное время проводит снова в бассейне, где наблюдает за подрастающим поколением ватерполистов. Старший тренер школы Владимир Захаров надеется, что это не последняя награда, которую получают воспитанники Олимпа. Хотя сейчас тренироваться приходится в очень жестких условиях. Школа, она не бюджетная, существует на деньги родителей. И условия для занятий, конечно, минимальные. Но, тем не менее, в общем-то, нам интересно, мне, по крайней мере, интересно работать с детьми в плане спортивной составляющей. И мы пытаемся договариваться по старым связям с различными командами для родов. Мы только что, в конце августа, приехали с Хантамансийска, где встречались команды Хантамансийска, которые весной проиграли четыре мяча. Мы пять мячей, прошу прощения, проиграли в Дзержинске. Они приезжали сюда на детские страны. Сейчас уже выиграли пять. Команда настроена по боевому, тем более сегодня уже удалось прикоснуться к Олимпийской награде. Капитан команды Настя Егорова уже решила в будущем обскакать с сегодняшнего триумфатора. У меня появилось желание тренироваться еще больше, достигать еще больших целей. И когда-то я дала клятву, что я выиграю золотую медаль на Олимпиаде. За нашими спортсменами уже очередь из других российских команд. Олимпийские надежды есть, признается главный тренер. Правда, фамилии не называют, чтобы не расслабляясь. Кстати, у Евгения Ивановой до начала тренировок остается всего пара недель. Затем стартует следующий подготовительный цикл к играм в Токио в 2020 году. Антон Ганин, Владимир Гайдай. Объективно, ННТВ.